Сейчас давайте же, собственно, посмотрим самые вот такие, знаете, откровенные кадры, которые были опубликованы тоже с утра, которые мы с вами уже немножко видели, но сейчас посмотрим и послушаем целиком. Соловьев очнулся, где-то едет, судя по всему, на оккупированной украинской территории, но несет такую чушь, что я даже передать словами не могу, давайте слушать. Тяжелое время, не ожидал, что ты живу до такого. Страна воюет, сейчас возвращаюсь из Запорожья. Из Запорожья, понимаете, да? Запорожье. Почему из Запорожья? Почему не из Киева уже? Почему не из Вашингтона? Почему из Запорожья? Он даже сейчас не может остановиться в своем вранье. Какое Запорожье? Ты был максимум, в лучшем случае, где-то под Мелитополем, и то есть серьезные вопросы, сколько времени ты там пробыл и в каком состоянии тебя оттуда увозят. К чему это? К чему? Это вы знаете, вот такое ощущение, что у него перед глазами сейчас вся жизнь проходит, и он таким образом прощается. Я много ездил, я, я... У меня такая жизнь была вообще. Не то, что сейчас. Сейчас вот еду, вынужден догонять колонну вагнеровцев, и даже не знаю, где мне остановиться. Я-то еду из Запорожья, как он говорит, а вагнеровцы-то уже там, за поребриком. Вагнеровцы уже пересекли границу так называемой Российской Федерации. Тут вопрос для Соловьева большой. Оставаться на оккупированных территориях и как-то потом с них бежать. Я не знаю, как русские офицеры на пароходе в Константинополь и дальше в Париж. Но ни в Константинополе, ни в Париже, я напомню, никто Соловьева не ждет. Ну, точнее, ждут, но не так, как он бы хотел. Не так, как ждали в свое время тех военных, которые, в конце концов, бежали из Крыма. Ну, а возвращаться в Россию, ну, стремновато, Соловьева. Давайте откровенно. Куда он поедет? Большой вопрос. ...у музыкантов в Солидаре и в Артемовске... ...подлизывается. Я видел героев на Запорожье и Херсонщине. Донецке и Луганске. А что с лицом, Вован? Я видел наших солдат и офицеров добровольческих подразделений, бойцов Красной Армии. Что? Вам же, ну, мы же одно и то же, да, услышали сейчас? Он видел бойцов Красной Армии. Он уже прикидывается больным, как мы с вами обсуждали. Они сейчас все будут сказываться шизоидами, кем угодно, лишь бы нездоровыми, чтобы их не могли посадить. Ну, мы-то с вами знаем, и мы-то с вами их посадим. Слушаем чушь дальше. 25 тысяч человек, то есть он на полном серьезе подтверждает слова Пригожина. Либо он подыгрывает Пригожину таким образом, потому что у меня было ощущение, что Пригожин преувеличивает размер своей армии. Либо он, ну, опять же, чокнулся. Ну, давайте слушать дальше. Это уже не так важно. Марш необходим. На Львов. На Киев. Ага, мы с вами пропустили одну важную вещь. Марш. 5 тысяч человек очень бы пригодились на фронте. Марш. Марш необходим. На Львов. На Киев. А если понадобится, еще дальше. На Вашингтон. Но когда ты смотришь на то, что происходит, и думаешь, что случилось, что? Кормиловский мятеж? Слушайте, а почему, я не понимаю, почему у всех абсолютно, даже у этого сумасшедшего, такие ассоциации с 17-м годом и с гражданской войной? Ну, наверное, все-таки не случайно. Россия, если не хочешь гражданской войны, вставай и делай, что хочешь. В общем, Россия, это уже твое личное дело. Как говорится, мы просили, мы предупреждали. Ну, что посеешь, то и пожнешь. Мы же русские люди. Мы же родину любим. Тут как бы у меня сразу два вопроса к господину Шапиру. Ну, наверное, все-таки даже больше ко второй части. Какую родину он любит, через что он ее любит, и в каком месте он ее любит? Ответ, как вы понимаете, вопрос риторический, ответа мы не дождемся. Неужели мы позволим сейчас междоусобицы страну потерять? Кто сейчас подыгрывает все это информационные шумихи? Посмотрите, как радуется ЦИПСО. Ликуют. Посмотрите. Ликуют? Да мы слезы проливаем крокодильи. Мы болеем за ЧВК Вагнера. Это же ветераны этой самой спецоперации. Их нельзя дискредитировать. Мы поддерживаем ЧВК Вагнера прямо сейчас. Мы поддерживаем поход на Москву. Как же радуется, мы вместе с ними горюем, что такие шакалы в России у власти, и не только у власти, ну, нам в принципе, как бы, эта вся война не нужна была изначально. Но сейчас, ну, что сейчас, ну, вот, горюем, да, очень горюем, крокодилями, слезами, плачем. Что же мы будем делать без России, матушки? Прям, прям сопли пойдут сейчас, не знаю. К чему призывает Ходорковский и вся свора его продажных... Ребята, опомнитесь. Опомнитесь. Враг там. Ну... Враг там. Там. Это не мы. Кто виноват, я не скажу. Про Пригожина ни слова, естественно. Какой-то враг где-то там. Опять, что там, Киев, Львов и что-то еще. Они опять не могут определиться с целями спецопераций. Ну, давайте буквально те несколько секунд, которые остаются, дослушаем, и чуть более детально разберем эту чушь. И это, я подчеркну, было записано утром, когда вагнеровцы, по большому счету, еще ничего не начинали. У меня другой вопрос. А где же про Пригожина? А где же что-то про то, кто виноват? А что делать? Или солдаты Красной Армии не сообщили? Ты же там общался, ты же видел там каких-то героев. Почему не передали информацию о том, кто виноват? Володя, давайте называть вещи своими именами. Именно так в свое время к этому призывал Киселев в своей программе «Твой большой друг». Ну, почему-то нет.